Многие огородники связывают голландскую технологию с огромными дозами удобрений и вредных добавок, но это не так. Удобрения вносят, но в строгой очередности и небольшими дозами. Чтобы выращивать огурцы в теплице зимой по голландской технологии, необходимо сначала выбрать теневыносливые сорта и гибриды, чтобы не опылять растения вручную. Остальное зависит от выбора грунта и верного внесения удобрений. Голландцы выращивают огурцы на рыхлой почве в питательном грунте. Но чтобы зимой получать обильный урожай по голландской технологии, необходима система внесения удобрений, а не их количество. Для выращивания потребуются специальные тепличные сорта. Суть заключается в дозировках и последовательности подкормки огурцов. Для выращивания необходим подготовлены дренаж и рыхлая почва с полным набором питательных веществ. Осенью на сотку вносят полтонны навоза. В голландской технологии большое значение имеет выбор места. Не рекомендуется выращивание огурцов в одном месте несколько сезонов. Повторное использование допускается спустя 4 года. Это избавит растения от корневой гнили и многих трудноразрешимых проблем. Питательные вещества по голландской технологии вносятся исключительно капельным методом. В период вегетации посадки следует кормить азотом. 800 граммов вносят в грунт весной, еще 500 – капельным поливом. Перед посадкой огурцов добавляют 2,5 килограмма фосфора, сернокислый калий по килограмму до посадки и после плодоношения. Чтобы не желтело листва, вносят полкило магния. Его используют во время цветения. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.